Аплодисменты Ну что ж, дорогие друзья, в первой части второго отделения, для того, чтобы он подольше был, мы поотвечаем на вопросы. Они как никогда в этот раз интересны. Михаил Степанович, приготовьтесь. А у него микрофона нет, поэтому он ответить не сможет. Я вот потом по этому поводу послому скажу. Спасибо за этот концерт, так здорово, снова вас видеть и слышать. Нам тоже очень нравится. Спойте, пожалуйста, кризис среднего возраста, это очень актуально. Затянулся. И давно еще песню «Осенний романс», вроде бы она так называется, а начинает слог по нападающей листовой октября. Спойте, пожалуйста, очень прошу. В общем, мы, честно говоря, планировали спеть не сегодня. Пожалуйста. Вы так нам весь третий концерт сорвете. Она обожает смотреть в окно. Тоже, пожалуйста, будет. Впервые я вас услышал лет 15 назад, а увидел только сейчас. Вы знаете, некоторые нас до сих пор не видели и не слышали. Ничего в этом удивительного нет. А вы вот хорошие. У вас действительно редкие концерты. Спасибо. Приезжайте почаще. Испомните, голубой ленопад будет. Мы с мужем москвичи на свадьба, роспись, была в ЗАГСе номер один, Санкт-Петербурга. Мы были вдвоем с ним. Ну, не ЗАГСа мы были, а Роспись. Потом играли свадьбу уже с родственниками в Москве. И песня на свадебного танца была ваша про две столицы. Это какая? А, имеется в виду Наташка, которая не спящая в Питере. Вах уже на ту, да. Да, да. Очень она передавала настрой именно нашей свадьбы. А в самом Диего... Такой настрой. Вот, честно говоря, даже вот и не знаю, как бы... Просто, вы знаете, мы давно ее не играли, так сказать. Пели, 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 потом Сашка взял и женился на ней. Теперь вот видите, к чему приводят написание таких песен? Теперь он живет в городе Сиэтл. О! Вопрос к Александру Геннадьевичу. Разреши прочитать. Я не ознакомлен пока. Конечно, я все заставил. Расскажите, как вам живется в Америке, Александр? Чем вы там занимаетесь? Что нравится и что нет? Миш, мы не доели? Пойдем. Нет, ну лекции я, конечно, читать не буду. На самом деле, я живу в совершенно великолепном месте. Это штат Вашингтон, город Сиэтл. И природа там совершенно чудесная. Главное, она очень легко достижима. Потому что все это очень рядом. То есть, восхождение на вулкан Раймир высотой 4400. Начинается в полутора часа в езде от моего дома. Там всегда снег. И там очень красиво. Я, когда был молодой, я вообще много ходил в горы. Занимался туризмом, альпинизмом. Потом был такой большой-большой перерыв. А в Америке мы это дело возродили. И, так сказать, я с удовольствием, в общем, очень много времени провожу в горах. В принципе, это, кроме работы, там, так сказать, это вот основное наше занятие. Это мы ходим в горы. Причем ходим достаточно серьезно. То есть, это не просто хайки, там, как говорят, походы. А это серьезный альпинизм такой. Если бы вот этого не было, вот этого альпинизма, да, и вот этой природы, там, в Америке нечего делать вообще. Это я вам честно скажу. А вот природа, она вот дает очень-очень хороший заряд. Я услышу от интернета. Сергей, спойте, пожалуйста, в облачке в таком, вашу самую новую песню. О чем вам пишется сейчас? Да ни о чем не пишется. Но вот, честно говоря, и самые новые нет. А те, которые были написаны, так сказать, споем. На самом деле, вот новые песни, они их пишут те люди, у которых старые песни получились плохо. У нас старые песни получились хорошо. Поэтому я не вижу поводу. Я вот ходил сейчас на концерт Пола Маккартни, там, в Сиэтле, это было... Ну, у меня это очень-очень, я очень люблю Пола Маккартни. И он пел старые песни, это совершенно замечательно. Видите, Сашка, в Сиэтле, Хрилла, Пола Маккартни, а вы в Москве пришли на нас. Приобщились. Дорогие Сергея Александрова, много лет назад вы впервые услышали ваши песни от ребят из Пятигорска. Слова «Мы впервые недели на две стали сами собой» очень точно отражали то состояние, когда ты в походе. И только там становишься таким, какой ты и есть. С тех пор не было ни одного похода. С тех пор не было ни одного похода без ваших песен. Спасибо. И вам тоже спасибо. О, ну все. Это я специально сохранил поближе. Берегись, Степаныч. Спасибо. Ваш брунец очень красивый. Смотреть на него и как он играет сплошное эстетическое удовольствие. Спасибо. Я давно же говорю, что все девушки приходят на концерт к нам, а уходят с ним. Ну и вот тут заради, люди подготовились, напечатали. Время, если принтер с собой принесли. Обоим. Сколько совместных песен было написано вами после отъезда Александра в Америку? Пока одна, как намечается, вторая, что получится, не знаем. Александру, удается ли вам в Америке заниматься альпинизмом? Я, собственно, их не занимаюсь. А что там еще делать? Там больше ничего идет. Саша, что для вас явилось самым неожиданным в Америке? А, ну вообще, на самом деле, в общем-то, все. Давайте скажем прямо и честно. То есть люди, которые, скажем, бывали там или не бывали, ну, бывали в гостях, приезжали, да, они не знают Америки. И мне кажется, Америки не знают даже очень много русских, которые живут там. Потому что, ну, часть из них просто живет в таком Russian bubble, то есть в таком русском пузыре, да, а часть никак не может расстаться со своими еще иллюзиями. Ну, не то чтобы иллюзиями, а своими представлениями о двух мирах, да, что, так сказать, вот такая светлая Америка и, значит, такая, значит, там, черная коммунистический режим, они вот, они как бы и живут с ощущением, они употребляют соус-совок, я его не употребляю, но они употребляют. Вот, они унесли это с собой туда. Ну, да, американцами они не стали, они продолжают, так сказать, оставаться, на самом деле, хотя они обзывают Россию совком, но они-то и есть самый настоящий совок. То есть, поэтому говорю, что Америка, больше всего меня удивило, что она совсем другая. Она совсем другая. И американцы, в общем-то, ну, американцы нет, американцы, я подозревал, что настоящие американцы такие же. На самом деле они точно такие же, как и русские. Я, в общем, большую разницу среди таких, ну, белых, скажем, американцев, которые сейчас голосовали за Трампа. Все. Вот. Вот, они-то как раз вот и есть настоящая Америка. А, так сказать, скажем, я не хочу никого обидеть, надо аккуратно. Нет, это я промолчу. Вот. В общем, Америка другая. Она совсем не такая, и получить о ней представление можно действительно, если реально пожить там, и, так сказать, понять, что, в общем-то, особая разница между, скажем, там, в данный момент, по крайней мере, в данный момент, между Россией и Америкой не существует. Спасибо. Сергей, хотели бы вы, чтобы в школе возобновилось изучение астрономии. Вы знаете, я пару-трое лет назад захотел, вот, чтобы оно возобновилось, после чего был предан Анафиме батюшке Кураевым, вот, и целые, так сказать, как бы, когорты ревнителей, ну, вот, и гонителей. И самое мягкое, что люди писали в интернете, типа, на нары его, в зону, пускай, типа, так сказать, там, понюхают, как бы, так сказать. Я все, что я сказал, там, по поводу того, что, так сказать, в общем, неплохо было бы в школе преподавать астрономию, только непонятно, как это будет сочетаться со словами, ну, вот, как бы, так сказать, православной... Ну, да. Ну, в общем, никого не хочу обидеть, как говорил тут Александр, вот, и совсем уж не ожидал, что, так сказать, вот так вот все это... Я там как-то слово мировоззрение, не так, знаете, эти любимые номера, когда человеку сказать нечего в интернете, вот сначала говорить, что терминология нарушена, потом начинают ошибки искать, вот, ну, и так далее, это всем известные номера. Вот, слово мировоззрение я не так употребил, как надо, вот, не в том виде, в коем оно, в общем, считается, и понеслось, короче говоря. Не, 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 я вот могу к этому добавить, на самом деле, дело в том, что Сергей вот себя-то знает, как бы, вот, батюшка Кураев, ведь он, в общем-то, видел то, что тут сказал, тоже в нетих записях, но он, может, что-то лично говорил, но суть в том, что резонанс-то это получило за счет, ну, скажем, ресурса Росбалт есть такой, да, вот, так вот, на самом деле, да, а в этой жизни есть люди, любые, об этом еще Борис Гребенчаков говорил, там, с фиолетовыми волосами, и вообще, вообще любые люди есть, которые хотят, ну, просто любого, просто надо их найти, значит, и, типа, а он вот такое сказал, ну, и что, что он такое сказал, мало ли людей на свете, они все разные, и все говорят, нечто разное, если мы будем их, как бы, печатать и приводить, и тут точно такая же история, Сережа, за счет, куда он выступил, а Росбалт нашел соответствующих людей, которые против этого сказали, то вот это, ну, и что такого, тут такого ничего будет за странами, я буду делить, я тебе точно говорю. Все-таки она вершится. А можно поправку в одну записку? Песня не про две столицы, она называется «Белая ночь», я вот даже словала. А, это другая песня, другая песня. Разные улицы, разные столицы. Да, 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 совершенно верно. Михаил, вот сейчас придется ответить. Очень серьезно. За все, за все, на самом деле, за все. Михаилу, чем является для вас аккомпанирование известному дуэту? Я даже не знаю, как бы сказать. Удовольствие. Просто, кто спрашивается, просто работай с суровой необходимостью, удовольствием или бьем мы его? Я уже, удовольствие. На самом деле, я абсолютно сейчас буду серьезен, просто это вот как вот услышали мы вас, типа, 15 лет назад, а мы видели только сегодня. Дело все в том, что Миша играет в очень серьезных, как бы, коллективах. Он только что усолен не выступает, хотя, наверное, мог бы уже это и делать. Играет в очень серьезных коллективах, играет в джаз, играет, как бы, так сказать, с оркестрами различными, так сказать, мюзиклами в городе. Впрочем, прочее, прочее, он нормальный, так сказать, как бы, хороший, серьезный музыкант. Он нас просто пожалел. Он нас просто, 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 просто пожалел, как бы рассказать. И это для него оказалось удовольствием. А нам очень большим удовольствием, то, что мы вот так вот нашли друг друга. И с тех пор, в общем, не расстаемся. Спасибо, Миша. Спасибо, Миша. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.